Я действительно занимаюсь этим проектом довольно давно. Я хотела сейчас бы рассказать, как проанализировать вместе с вами, в том числе и личную историю, почему я стала этим заниматься. Потому что только сейчас, через много лет после того, как я с большим энтузиазмом бросилась изучать, какая могла бы быть еда в будущем, почему я, собственно, начала этим заниматься. Я родилась в Ленинграде в советское еще время. И я сейчас уже понимаю, что когда я думаю о еде, может быть, мне хотелось бы думать, что я представляю себе коммунизм, изобилие, и хотела бы думать о том, как мы не будем есть животных, как все, наконец, будут есть. Но все-таки это очень зависит от того, чтобы был коммунизм. А в этом я не до конца уверена, потому что существуют разные тенденции. И одна из тенденций как раз антикоммунистическая, неолиберальная, в которой мы живем, как мне кажется, сейчас. Вот в советское время все-таки был социализм, и все ели. Но мы жили в этом постоянном напоминании того, что была блокада, и в подробных рассказах о том, как это было чудовищно. Это на самом деле было достаточно чудовищно. Там раскладывали на школьные парты эти маленькие краюшки хлеба, с которыми человек должен был выживать. У меня бабушка жила во время блокады, дедушка там воевал на дороге жизни. И вот они рассказывали о чудовищной зависимости от еды и от государства, которые организовывали, ну, от властей, которые организовывали всю эту ситуацию, от властей в широком смысле, не только советских, но и, собственно, нацистских, которые, собственно, организовали блокаду. В Ленинграде блокада, как сейчас, мне кажется, в частности, случилась потому, что это было монополистическое, капиталистическое государство, вовсе не коммунистическое, не социалистическое. Например, все продукты в Ленинграде хранились в одном месте, на одном продуктовом складе, который был разбомлен сразу же в первые дни после начала блокады. Соответственно, город лишился всех запасов продовольствия, и потом в течение года люди пытались придумать, выживая на эти краешечки, как избавиться от голода. И вот уже вторая зима была гораздо более легкая, чем первая. Собственно, большинство людей умерло именно в первую зиму. И граждане оказались невероятно изворотливыми, они начали растить лебеду, они начали перерабатывать как-то землю, которая осталась воронкой от взрыва на этом продовольственном складе, потому что там в нее впитались какие-то полезные вещества. Потом они начали летом разбивать огороды. И уже вторую, третью зиму уже как-то все было гораздо проще. Да, действительно, помогала дорога жизни, но все-таки вот мои ощущения от рассказов блокадников были именно в том, что централизованная организация производства и распространения еды, оно очень опасно. И поэтому, когда мы говорим о коммунизме, и о коммунистическом производстве и распространении ресурсов, то очень важно в деталях обсудить, что именно мы понимаем под коммунизмом. В 90-е в Ленинграде случилась опять катастрофа, в частности с продовольствием. То есть эти страшные перестроечные 90-е в частности выражались в очередях за предметами первой необходимости, в том числе за макаронами, картошкой. И вообще все как-то ожидали голода. Я тогда уже уехала и не жила в России, но рассказы самые фантастические поступали от родственников, которые приходили в магазин, видели совершенно пустые прилавки, на которых, например, лежали веники или что-нибудь такое несъедобное. Но и как бы люди опять, в общем, сделали то же самое, очень быстро. Поскольку существовала потрясающая инфраструктура советская, когда можно было бесплатно добираться практически на электричках, на дачные участки, которые были у очень большого количества горожан, то в каком-то смысле не сумели обеспечить себя продовольством самостоятельно. И вот что, мне кажется, еще очень интересно, многие это не знают, что вот это городское сельское хозяйство, которое было тогда самостоятельно обустроено и развито советскими гражданами, оно было невероятно эффективным. 70% продовольствия в России производили вот на этих самых 600-ках. 70%! Это просто очень много. И нужно понимать, что, например, в Питере люди обрабатывали совершенно непригодные для земледелия земли. Это совершенно не черноземная зона, и работать там было очень тяжело. Вот. Я хочу прочитать цитату из моего любимого Лук Мора, который прекрасно описывает, как было устроено сельское хозяйство. Семена стоили копейки, плюс существовала система натурального обмена, проезды на электричке, тоже считая бесплатная, пенсионерам изначально на халяву. Собственный труд тоже был бесплатный. Таким образом, отдельные умельцы в средней полосе и практически все неленивые на Украине исхитрялись снимать с 400 по 400-500 килограмм картофеля, обеспечивая себя и семью на весь год. Причем картофель и прочие помидоры-огурцы был не гнилой и мокрый, как из магазина, а хранился хорошо. Помидоры-огурцы было принято массово консервировать в трехлитровые банки, дотягивая в утепленном ящике на балконе или в подвале до следующего урожая. Я не читала в России нигде никаких дифферамбов потрясающему, на взгляд, эффективному городскому сельскому хозяйству, но зато я читала их в Америке, когда после кризиса 2008 года американцы вдруг сообразили, что если у них произойдет то же самое, что произошло когда-то в постсоветской России, когда развалился Советский Союз, то одноэтажная Америка окажется в гораздо худшем положении, потому что у них нет инфраструктуры советской, у них есть машины, дороги, и можно доехать от своего одноэтажного домика американского, где уже нету, где все заасфальтировано, и нету никаких приусадебных участок и навыков ведения сельского хозяйства до ближайшего марта. Если у тебя нет бензина для того, чтобы доехать, то, соответственно, что ты будешь делать совершенно непонятно. Советские люди в этом смысле оказались невероятно в привилегированном положении, несмотря на то, что советские граждане были трудолюбивы и умелы, все-таки я считаю, что все, что тогда происходило, было ошибкой, очень большой ошибкой, потому что это как раз и породило тот неофеодализм, в котором Россия оказалась сейчас. Потому что, например, мои родители инженеры, моя мама в какой-то момент изобретала разные сложные приборы, которые были патенты, и вот все это забыв, все свои навыки и образования, она бросилась выращивать картошку, следуя заветам Булгакова, что надо сначала мыть свои туалеты, а потом уже строить Россию. И в результате вместо того, чтобы организоваться и потребовать у государства другого способа распределения ресурсов бывшего Советского Союза, не через ваучеры или через лохотруны, с которыми это все произошло, а какие-то более справедливые методы, вместо этого все выращивали свои 400 килограмм картошки и ели ее потом целый год. Это, конечно, была радикальная ошибка. Когда я переехала в Америку, это как раз было чуть больше 10 лет назад, я жила первый год после переезда как раз в одноэтажной Америке, где меня поразило беззащитность жителей перед, насколько они зависимы от всех этих структур, которые поставляют им бензин, еду, какие-то общие услуги, и что произойдет, если этот весь поток прекратится. Я тогда стала много очень читать, писать, брать разные интервью, о том, как, пытаясь просто для себя понять, как могла бы быть устроена вся эта структура. Но одна из моих стратег и материалов называлась «Индустриальная еда». И тогда я в первый раз пыталась сравнить, как устроена была вот эта советская система индустриальной еды и американская, которую мы знаем как «Макдональдс». Поскольку я родилась в конце 60-х, то я жила в все эти причитания советских людей о том, что, значит, какой-то колбасы не хватает, там дефицит в магазине, все стояли в этих чередях, покупали что-то через черный ход, и все это было как-то беспрерывное антропологическое ритуал добывания дефицитных продуктов. Но, тем не менее, Советский Союз одну из самых успешных систем в мире разработал, которая действительно гарантировала всем тотальное отсутствие голода, чего не было никогда не в дореволюционной России. И мантра о том, что Россия экспортировала зерно до революции, а после революции мы начали его покупать, она, конечно, совершенно бессмысленная, потому что экспортировали зерно помещики, а при этом крестьяне голодали регулярно. То есть они его экспортировали, у своих же крестьян отбирали, а те потом умирали с голоду. В Советском Союзе этого и не было. Но, тем не менее, индустриальное производство и распространение еды это, тем не менее, ловушка. Кроме блокады важным для меня фактором была, конечно, советская фантастика, которую нам всем обещал коммунизм, и в которую тогда абсолютно безальтернативно верилось, как я сейчас понимаю. То есть вот, когда мне было 15 лет, я думаю, при всем моем тогдашнем антисоветском настрое, я росла в диссидентской среде, тем не менее, я была абсолютно уверена, что через 30-50 лет мы все полетим, будем в каких-нибудь космических путешествиях участвовать, и будем жить при коммунизме. Просто иначе как бы быть не могло. Ну и, соответственно, советская фантастика, которая описывала капитализм, тоже невозможно было спорить ни с одним словом. Вот одна из таких моих любимых книжек Беляева «Вечный хлеб» 28-го года как раз описывает один из спирулиновых проектов, который достался капитализму. Потому что капиталистам «Вечный хлеб» — это изобретение ученого хорошего, который достался жадным капиталистическим дельцам, которые превратили его в опасное для существования людей коммерческое предприятие. Ну и уже когда я уехала в Америку, вторым таким очень важным для меня культурным опытом, я бы сказала, был «Стартрек». А потом я обнаружила, что не только для американцев, но, например, для немцев и для очень многих европейцев «Стартрек» был просто важнейшим таким тоже культурологическим каким-то платформой, который породил множество мемов, других фан-клубов, произведений, поведенческих практиков и так далее. И «Стартрек», конечно, всем обещал коммунизм. Просто в каждой серии описывалось, как почему только так можно жить и почему никак по-другому жить невозможно. «Стартрек» сериал, вот его как раз снял Дженни Роденбери, он такой очень идеологически заряженный. Он вначале был малобюджетный, и он строился по принципу производственной драмы. Это такая советская совершенно тематика, когда, например, в Советском Союзе производственные драмы проснимались на каком-нибудь заводе, где часть коллектива конкурировала с другой частью коллектива по поводу какой-нибудь производственной проблемы. Например, надо был план там больше не на 100% перевыполнить, а на 150%, или там труба какая-нибудь ломалась, что-нибудь еще. Вот там все добрые люди наваливались, решали эту проблему, и в конце как бы все торжествовало. Вот «Стартрек» точно такой же. Там в начале серии что-то происходило неправильное, какая-нибудь цивилизация умирает, или что-то в корабле поломалось, или там еще что-то, какой-то добыть минерал, очень редкий. Вот это такой летающий офис «Стартрека», в котором, ну, граничная команда людей, они все, значит, собирались у круглого стола, думали-думали, и в конце как бы все решалось. И этот сериал завораживал. Просто вот я думаю, что в общей сложности какие-то десятки миллионов людей его посмотрели. То есть он очень, крайне важный. Есть такой сайт, на котором описано, какие последовательно гаджеты, которые появлялись в сериале «Стартрек», как они в нашей цивилизации потом были скопированы. Вот первый гаджет, который, я помню, это был мобильный телефон, у меня еще были такие мобильные телефоны, раскладывающиеся коммуникаторы. — Планшеты были. — Да, коммуникаторы у них был такой какой-то джик. — Коммуникаторы такой, а планшеты, собственно, так выглядели, как планшеты сейчас. — Да, да, да. Потом, значит, планшеты, коммуникатор, потом, значит, и универсал транслейта тоже сейчас есть, который закладывается в ухо. То есть буквально все вот эти невероятные штуки просто бизнесами, потому что они уже были частью нашего представления о том, как это должно быть, и поэтому, когда появлялась такая же точно штука в маршевом производстве, то она как бы была очевидной. Ну и как бы следующий — это репликатор еды. Это один из важных стартрековских таких девайсов. В частности, он был важен еще, потому что там есть такая серия в Стартреке, где они встречаются с кораблем, который попал в аварию много лет назад, когда еще на Земле был капитализм, они, значит, спасают этот корабль, а люди там спали вечным сном, они их размораживают, оживляют, и они, значит, из этих людей, он какой-то был брокер с Уолл-стрит или что-то еще. Он начинает сразу же требовать связи как бы со своим балковским счетом, чтобы узнать, как ведут себя его акции. Вначале, как я помню, его никто не понимает, не понимает, чего он от них добивается. Там они начинают с ним общаться как с безумцем и говорить им, слушай, а зачем тебе деньги-то? Вот смотри, у нас тут есть репликатор, ну что ты хочешь, ну пойди себе там, расскажи ему, он тебе произведет, какое ты хочешь блюдо или какую там вещь. И вот это странное непонимание между безумцем, который все, значит, просто реально страдает, потому что он может остаться без средств к существованию, ну и там вообще используют все эти идеологемы, которые мы тоже используем, да, как там хлеб на столе, семью кормить, ну и все остальное прочее. И как бы реальностью, их стартерковской реальностью, где просто существует репликатор, который как бы позаботится о твоих нужных, и биржа как бы больше не нужна. Вот, но возвращаясь к тому, что такое, как технически может существовать коммунизм, все-таки нужно говорить о подробном, о деталях того, как это все будет происходить. То есть, например, компания Nestle сейчас как раз занимается разработкой репликаторов, и не они одни, их очень много, и довольно очевидно, как это будет все происходить сейчас. То есть, будет какая-то субстанция, видимо, там не из атомов, как это в Стартреке, а пока только из порошков, но будет как бы набираться некая вот эта масса, в которой кто-то там посчитает, что у нас там есть все необходимые для нас алименты, протеины, витамины и все остальное прочее, а потом всему это будет придана некая форма, которая будет называться едой. Как мне кажется, это будет происходить и в больших масштабах, и в маленьких. Но вот здесь как раз нужно сказать о том, что социальное напряжение в обществе, классовая структура общества будет влиять на то, какую еду мы будем есть. Вот мясо из какашек, например, которое было недавно произведено японским ученым, может быть и можно было бы его есть, но просто будет достаточно очевидно, что 1% не будет есть мяса из какашек, а мясо из какашек есть 99% те же самые, которых сейчас долги в банках и все остальные прочее. Ну вот был такой тоже чудесный фильм 70-х годов, где ели как бы людей мертвых, да, из них там делали типсы, и потом централизованно, и потом же централизованно их раздавали. И, например, если, скажем, есть мертвых людей и до сих пор еще является табу, то мясо из какашек уже как бы табу не является, уже это вполне нормальная какая-то общая, введенная в общий оборот возможность, которая, в принципе, как бы может и появиться. сейчас я немножко и мои любимые художники The Yesman Group, которые сделали много всего прекрасного, я с ними брала интервью там достаточно в течение долгого времени, и в самом начале они делали какие-то проекты, которые им казались чудовищными, например, они предлагали ввести снова рабство, ну и как бы делали какие-то вещи невообразимые, там, детей, там, пятилетних заставляют работать по 14 часов, как им казалось невообразимым, но они с удивлением обнаруживали, что несмотря на то, что они повышают этот градус жестокости, тем не менее, аудитория воспринимает это абсолютно нормально. Единственный проект, который, как они рассказали, таки достиг своей цели аудиторию шокировать, это был как раз проект с мясом из какашек, который назывался Рейбергер, и вот он был таким образом устроен, что они рассказывали, они собрали студенческую аудиторию, выдали всем гамбургеры, они представились каким-то менеджером из Макдональдса, представляли новую концепцию, как спасти третий мир от голода, и, значит, там какая-то была сложная схема, никто, значит, ничего не слушал, все там ели эти гамбургеры потихонечку, потом это, когда они доели до половины, начали выяснять, что, вообще-то говоря, эта схема рассказывает, что вот это мясо, оно таким очень специальным образом произведено, и люди начали смотреть на экраны, смотреть на свои бутерброды, и многих там начало рвать, они куда-то убежали, то есть, ну, получилось, что как бы тело, их собственное тело оказалось на линии огня, и вот этот проект был хорош, но он был сделан до того, как придумали мясо из какаши, вот удивительно, а потом оно опять появилось, и опять как бы никакой общественной реакции не произошло, но я не знаю таких других людей, кроме есменов, то есть, если бы, то есть, по сути, что происходит сейчас, мы формируем общий словарь о том, вот это общее воображаемое, о том, что допустимо, что нет, и в зависимости от того, какое количество усилий, вот как раз не только художниками, а в принципе, вот всей этой группой частью населения, которое занимается производством содержания в широком смысле слова, вот именно как бы, ну в каком-то смысле мы с вами и определяем то, что мы, вот эти 99% будем есть через там 5, 10, 20 лет, потому что, если, например, какашки можно есть, то вообще туда мертвых людей нельзя перерабатывать, что в этом плохого. вот и дальше я хотела бы рассказать об еще одном совершенно важном проекте, не знаю, кто-нибудь слышал, о нем называется Солен, да, значит, его сделали студенты, как бы он очень хорош, потому что он опенсорс, он уже появился, кроме Америки, в Германии, во всех других странах, под другими брендами, потому что не надо им ничего платить, прекрасное идеологическое отношение к идее, делали программисты, поэтому они просто, они не претендовали на то, что они что-то понимают в питании, они просто собрали код и начали его тестировать на себе, вначале они делали не как бизнес, а просто они хотели оптимизировать свое питание, потому что они ели как фастфуд, чудовищный совершенно, и после того, как, значит, первый чат попробовал, получилось очень дешево, плюс как бы у него там пропали прыщи на кожу, перестали выпадать волосы, улучшилось пищеварение, и вообще он стал чувствовать себя счастливым и здоровым, вот, и раз шарил, как бы, свой код с другими людьми, и люди начали его изменять, кто-то, значит, добавил что-то для людей за 50, для тех, кто хочет подтолстеть, похудеть, там, увеличить мышечную массу и так далее, ну вот, ну а дальше, как бы, чем закончилось, им дали миллион, потом, значит, еще, сейчас это очень популярный бизнес, в Америке нужно ждать какое-то количество времени, прежде чем дойдет посылочка, но самое главное, один прием пищи стоит 3 евро 75 центов, вот этого порошка, то есть, ну, может быть, он лучше, чем мороженая пицца, но он явно хуже, чем просто нормальная еда до сих пор, которую растят на земле, потому что, например, если постоянно питаться жидкой пищей, то начнутся проблемы с зубами, с деснами, то есть, это может быть хороший, как бы, сапплемент, но не основная еда сейчас, почему она стоит 3,75, потому что это ровно столько, сколько может заплатить хипстер в большом городе, например, если я пойду и съем ланч в Берлине, то я заплачу где-то 5 евро, это если будет ланч спешл, в какое-то правильное место, в правильное время, соответственно, 3,75 дешевле, чем 5, плюс не надо никуда ходить, не надо ничего делать, ни о чем думать, значит, достал, налил и готово, ну, плюс, как бы, все сбалансировано, опять же, но на самом деле, это просто продукт, то есть, вот, скажем, уже в Питере за 3,75 никто не будет покупать, потому что это более дорого, да и в Берлине тоже, может быть, не все даже смогут купить, ну, и как всегда все начинается, как это было с Гуглом и со всеми, прекрасно, что молодые, милые студенты все это начали, да, но кому эта корпорация достанется, когда они начнут расти, что они будут дальше туда докладывать, будут это там, какие-нибудь переработанные трупы, какашки, или там что-нибудь еще, никто не знает, ну, или какие-нибудь специальные вещества, которые там будут всех там, как-то это делать поспокойнее, например, поэтому, поэтому, как бы, возвращаясь к Спирулине, и вот это было два таких открытия для меня, первый был Спирулина, второй был 3D принтер RepRap, ну, существует много open source принтеров, но это добрая интервью у человека, который придумал RepRap, это английский университет БАФ, и это принтер, который сам распечатывает себя, то есть там была изначально в принтере заложена технология, то есть он понимает то, что технологии, они никогда не идеологически не нейтральны, соответственно, он пытался решить проблему того, что если софт уже имеет дистрибьюторскую систему, то есть Linux можно скачать, то Hard и Offline ее не имеют, то есть вот такой принтер, они постоянно, то есть изначально нужно покупать какие-то части, которые нельзя распечатать, но поскольку очень много людей его уже имеет, вот в момент, когда я брала интервью, это было лет 5 назад, там было, по-моему, 3-4 тысячи человек в мире, сейчас уже гораздо больше, каждый, кто его распечатает, кто им занимается, очень-нибудь такой добавляет какую-нибудь находку, ноу-хау, и постоянно сокращается стоимость тех частей, которые нужно докупать, по-моему, 4 года назад это было 300 долларов, сейчас уже 150 или там меньше, ну, в какой-то момент я верю, что можно будет ничего не покупать, а просто ты берешь этот принтер, и дальше как бы он тебе распечатывает принтер всем желающим вокруг тебя, которые тоже его хотят иметь, вот, и дальше как мы будем есть, мне кажется, в будущем можно скачать программу, которая будет контролировать тот процесс формирования вот того кода, который есть, например, в Соленте или каких-то других пищевых продуктов, и дальше вопрос будет, что мы туда положим, то есть какой будет этот ингредиент, и вот как раз спирулина это тот самый опен-сорс, принадлежащий всем, потому что это один из самых древнейших организмов на Земле, тот самый ингредиент, который, если мы его сумеем как-то защитить, его или подобные спирулини продукты, он может стать как раз альтернативой и защитой от, в таком широком смысле, корпорации Несла, которая нас всех накормит, ну и как бы рассказывая о спирулине, а, сначала я пыталась придумать что-то такое с гидропоникой, но я не буду сейчас про это рассказывать, у меня много было каких-то разных попыток, которые все, значит, заканчивались в тупике неудачном, и когда я прочитала про спирулину, я подумала, о, а прочитала я, значит, про нее на сайте ООН, то, что ее, значит, в 70-е годы обнаружили, она, ей пользовались ацеки и около озера Чад, какие-то африканские племена, там многие-многие тысячи лет, ее нашли европейцы, привезли, изучили, поняли, что, значит, она вообще, ну, просто растет в природных условиях, что ее не так сложно растить, и решили, ну, все, значит, дело в шляпе, значит, так посчитали, что можно в озере Чад сделать плантацию, который накормит всю Африку, например, и же никакого голода не будет, значит, сделали такой при ООН фонд, который стал отвечать за то, чтобы всех накормить спирулиной, что провели там эксперименты, даешь, значит, маленькую ложечку, раз в день, еще не двух недель, ребенку, который уже умирал, там у него уже были необратимые процессы, и он прям становится здоров и свеж, вот, и всем она хороша, можно дешево растить, она делится клеткой пополам, 8 раз в день, если правильно ее за ней ухаживать, то есть, получил корову, на утро 8 коров, опять же, раздал соседям, практически такой самораспечатывающийся 3D-принтер, вот, но сейчас 70-х годов прошло уже, сколько там, чуть ли не 50 лет, но голод как есть, так и был, по всему миру существует достаточно много фондов разных, которые занимаются тем, что распространяют эту спирулину, и абсолютно никак не могут ее распространить, ну, например, я знаю один фонд Швейцарии, там работает 5 человек, по-моему, тоже лет 10 или 15, за это время они построили 3 небольших фермы в Индии, и чего-то там еще, я так прикинула, что если просто их зарплаты швейцарские за это время, то, тупо переводить в Индию, то гораздо больше людей накормится, чем от их там 3-х этих ферм, которые они построили, вот, и мне кажется, что там какая-то связана, это не совсем с технологией выращивания спирулины, а просто с внутренними механизмами дистрибьюции внутри фонда, да, сколько там идет на зарплату, сколько остается на побочные расходы, и в каком-то смысле, многие фонды просто не заинтересованы в том, чтобы решать проблему, а заинтересованы в том, чтобы эта проблема как бы вот существовала, как проблема, в которой они будут специалисты, и которые могут это, как бы, такой антикризисный менеджмент, или что-то там еще подобное, в этом смысле, практиковать, вот, и поэтому он показал, что, о, сам, а вот идея же со спирулиной, она должна работать вместе с дистрибьюцией, то есть она будет работать только тогда, когда не только сама вот эта технология спирулиной будет open source, но и распространение тоже будет такое же, как в open source, собственно, софтовом, который вот замечательные, замечательные люди американские придумали, который работает, потому что 40% все-таки софта линуксового, то есть это, да, успешный проект, Википедия, да, успешный проект, то есть, в общем, как бы, есть некие социальные технологии, которые, которые, если потенциально, как бы, следовать их примеру, могут привести к успеху, к удаче, вот, значит, я тут же вспомнила еще про чудесный open source, проект, связанный с едой, ну, или, по крайней мере, с пищевыми добавками в России, у нас были, не знаю, были они в Таргестане, у нас был такой чайный гриб, он стоял у всех на подоконниках, и он был невероятно полезный, как потом выяснилось, но я тоже помню, что, когда началась перестройка, мы все с большим энтузиазмом выбросили его в туалет, потому что он казался нам таким неэстетичным, и таким каким-то, вот, домашним, все вместе, он как-то ассоциировался с этим советским бытом, со всей этой какой-то, вот, такой чернухой советской, и тут же появилась реклама напитка invite, это такой был какой-то совершенно ужасный напиток, от которого, мне кажется, должны были все, органы тут же отказать, и он распространился, и просто заместил, вот invite, ну и кола, естественно, заместили, чайный гриб, и теперь, как бы, вот я, его как-то где-то можно купить, но не так-то просто даже заполучить, а раньше, если у тебя он умирал, то можно было подняться, там, на третий этаж, или спуститься вниз, а тебе кто-нибудь отламывал его, и ты, как бы, тут же его выращивал снова, и появилась идея, значит, точно так же растить спирулину, Кира Актуганова и Музей почеловедения в Петербурге устроили там выставку, до сих пор по условиям гранта Музей почеловедения обязан раздавать всем желающим спирулину и подкормку, она у них растет, значит, существует карта, на которой мы стали ставить такие значки для людей, которые спирулину хотят иметь, для людей, которые ее имеют, с тем, что если они ее получат бесплатно, то, как бы, они ее должны бесплатно и отдать, и первоначально я не могла добыть еще эту спирулину нигде, потому что на Западе, например, какие-нибудь институты, которые ей владели, у которых на сайте было написано, что они ее там зачерпнули в озере ЧАД, если они тебе ее, во-первых, ты должен был ее купить, там за кому-то 30 евро, а во-вторых, ты должен был подписать бумагу, что ты больше никому не отдашь, ну, ну, то есть, только тебе, там, для каких-то, ну, ты подписываешь, что не отдашь, а если не подписываешь, что тебе не дают, нет, если подписала, отдал, ну, я так и делала, ну, не знаю, да, ну, в принципе, как бы, да, то есть, вот она общая, и, собственно, в Москве тоже там были какие-то люди, которые тоже там все торговали в Московском университете и в Питере, а единственный институт, который эту спирулину раздавал и до сих пор раздает, это институт Южных морей в городе Севастополе, там есть такой человек, Руслан Геворгис, который просто, я не знаю, лично раздал огромное количество спирулины, проконсультировал очень большое количество людей, в том числе меня, и надо еще отметить, что я крайне, как сказать, не приспособлена к выращиванию всего, то есть у меня цветы там дома даже погибают, то, что я их неправильно поливаю, вот, но я таки научилась ее растить и до какого-то момента она у меня росла дома с помощью Руслана Геворгиза, вот, ну, а дальше, как бы, что произошло, ой, через, то есть мы там думали, что надо сделать какой-то диван, с которой мы сможем распространять, который был дешево стоить, чтобы ее было проще растить, потому что я ее растила в аквариуме, я должна была добавлять туда вот эти химикаты, химикаты эти нужно было смешивать, смешивать их довольно сложно, ну, какие-то аптечные весы, и вот эти маленькие вещи, для того, чтобы что-то распространять массово, они, конечно, колоссальным препятствием являются. Это, например, то же самое, что было с Линуксом, который начал распространяться 25 лет назад, и он первоначально стоял только на машинах каких-то совершенно упертых гиков, но сейчас уже, например, в Китае, насколько я знаю, и в Индии, и в Бразилии запрещено на государственных машинах ставить proprietary software, то есть они не имеют права ставить, и теперь уже, ну, кроме того, Линукс до какого-то уровня юзабилити был достроен, и теперь такие даже профаны, как я, могут пользоваться Линуксом, вот, но с спирулиной за последние вот эти 10 лет тоже произошло много всяких событий, в массовой дистрибьюции появилась куча книг о том, как ее растить именно дома. На Амазон сейчас можно купить за 39 евро такой наборчик «Сделай сам», в котором у тебя будет живая спирулина, не надо больше ни у кого выпрашивать, они, видимо, туда съездили, сами зачерпнули, и теперь как бы всем разливают. И, значит, эти химикаты, которые нужно добавлять, и как бы инструкция, как там, чего намешивать. Вероятно, еще через 5 лет этих бутылочек станет меньше, потому что то же самое, что происходит с Олен, с этим напитком, первоначально надо было бы купить себе отдельно порошочек, отдельно какое-то масло, там они выпустили патч там 2.0, в котором масло уже было внутри, ну, то есть, они постоянно как бы редактируют и делают апгрейды своим версиям, и поскольку сейчас уже очевидно появилась индустрия домашнего выращивания спирулины, которые направлены именно на частных пользователей, то можно с уверенностью сказать, что через достаточно непредложительный срок спирулина, возможно, дойдет до такого же уровня сложности, как это было с чайным грибом в Советском Союзе. Собственно, что является такой абсолютной целью. Ну, и, кроме того, в России тоже частично, может, благодаря моим усилиям нашла множество сообществ ВКонтакте, там где-то по 300-200 человек, в которых в основном молодые люди, такие инженерные закваски, обсуждают разные там модели этих домашних агрегаторов по производству спирулина, прилаживают там к ним разные китайские выключатели, которые сами там контролируют кислотность, температуру, помешивание, всякие прочие события, и там обмениваются чем-то. Ну, и плюс я там получаю, конечно, еще регулярно какие-то прямо оскорбительные послания такие, я бы сказала, типа того, что там, ну вот, все еще люди умирают, значит, от голода, никого ты там не накормила, или там, ну что, ты там растишь сама, я знаю, ты в магазины ходишь, в рестораны ходишь, и так далее. Ну, соответственно, иногда получаю письма от каких-то людей, которые говорят, ну все, наконец, я научился ее выращивать, теперь могу раздавать. То есть, как бы, сейчас, мне кажется, такая ситуация, что начинает зарождаться такая пищевая индустрия индивидуальная, и она существует в двух видах. Один вид, это такое биологическое, аграрное земледилие, по крайней мере, на Западе, я это вижу, где люди объединяются в коммуны, или они начинают что-то выращивать там без химикатов. И мне это очень напоминает наши советские шесть соток. Мне кажется, что это, на самом деле, чрезвычайно консервативный тренд, против которого даже надо как-то бороться, потому что он не такой безобидный, как это кажется. То есть, с одной стороны, хорошо, конечно, что кто-то хочет есть помидоры без химикатов, но, с другой стороны, очевидно, что просто на земле нет ресурсов для того, чтобы все люди могли есть помидоры без химикатов. Поэтому, занимаясь продвижением такого образа жизни или таких поведенческих практик, изначально подразумевается, что часть этих людей, которые сейчас живут, они как бы что поделаешь, что называется, не вышло, они лишние, их прокормить нельзя. Поэтому технологические способы решения, даже не решения проблемы питания, потому что в данном случае это не проблема, мне кажется, что это достаточно творческий подход к идее еды, он гораздо более прогрессивный. Кроме того, здесь очень важно то, что спирулина, технологии 3D-принтер это тенденции, которые борются с трудом, они требуют труда, потому что еще одна важная особенность шестисуточного земледелия состоит в том, что там нужно трудиться. И вот мой опыт говорит советский о том, что пока люди трудились, они не могли заниматься социальной организацией, а это как бы две вещи, которые должны одновременно состояться, иначе как бы не будет коммунизма никакого, потому что пока ты будешь выращивать свои помидоры без химикатов, кто-то другой организуется и, например, запретит тебе вести это биологическое сельское хозяйство. Как это случилось в Америке, где рынок, ну практически случилось, где настолько быстро рос рынок этих локальных фермеров, что большой грекалчевый комплекс, он продавил закон, по которому неважно, какой размер у тебя фермы, ты должен регистрироваться, это все сделано с целью безопасности, естественно, как всегда, продовольственной безопасности, но фактически это привело к тому, что если, например, ты какая-нибудь огромная компания, у которой там 150 тысяч этих семян, каких-то бухгалтеров и всех прочих, если ты небольшое предприятие, которое растет какой-то биологический диверси, такое производство, то ты должен точно так же нанимать бухгалтеров, каких-то патентных поверенных, что-то там выверять, заполнять кучу бумаг, и для многих это совершенно невозможно. Спирулина в широком смысле не именно спирулина, там есть еще хлорелла, есть много других цианобактерий, но такой тип отношения к еде он оставляет время и интеллектуальные возможности для того, чтобы озаботиться самым главным это организации всего, да, и защиты своих прав. Вот, ну и как мы сделали еще один такой проект с моими друзьями, мы собрали много фотографий разных окон из разных стран, и, значит, зафотошопили туда разные спирулиновые такие банки, девайсы, и все это в интернет распространили. И сейчас, когда я готовила эту презентацию, я с удивлением находила их на разных-разных сайтах, в основном, конечно, на русских, но не только, в фейсбуке они куда-то разошлись, ну, в общем, как бы, да, это такой был, как Стартрек такой у них оказалось, то есть Спирулин пошла в народ, и все уже просто воспринимают, как бы, что она и правда существует почти как этот чайный гриб, это, значит, московский подоконник, мои подружки, это питерские ДСПА, офис ДСПА в Питере. Да, ну, про свой, как бы, такой артистический опыт я хотела еще рассказать, что я начинала в 90-х, когда идея художника, ну, вчера об этом я рассказывала, Георгию, была такой, сервис-арт, искусствообслуживание, художники начали рефлектировать над институциональной критикой и над тем, что, кто дает им деньги, ну, собственно, для кого они работают, и такие внутренние механизмы отношений искусства и власти. Вот тогда сделали проект с Александром Даймондом, с моим тогдашним партнером, в России это мы остановили завод «Красный пекарь» в Питере на две недели. Это был такой специальный цех, в котором делали гигантские торты ко дню рождения, ко всяким именным датам Советского политбюро, там какие-нибудь спутники лепили там и все такое. Вот мы, значит, сделали 130-килограммовый торт в виде Манхэттена, Нью-Йорка, с домиками, с машинками, с какими-то разными скамеечками, и на выставке рекламы информация это заплатила ему пресс, вот ее тут директор стоит за все это, значит, торжество. Этот торт предложили съесть таким русским новоришем, олигархом, директором всяких фирм и прочим таким состоявшимся людям, которые делили свои офисы на Манхэттене. Такой был, как бы, спич, потому что тогда, в 1994 году в России все верили, что сейчас, значит, русский бизнес станет международным и захватит мир. И там получилась очень смешная, все это происходило очень весело, потому что пока, значит, с Пилатовым произносили эту речь, за 14 минут эти русские олигархи этот торт украли. И они просто откуда-то, ну, не бедные люди, достали какие-то сетки, значит, начали отламывать эти дома и, значит, уносить их по домам. И все это как-то так очень брутально закончилось, потому что когда мы подошли, там оставались, торт был внутри шоколадно-вафельный, оставались только такие вот вафельки какие-то обглоданные, которые было уже неприлично руками собирать. Вот, такой у нас был, как бы опыт сервис-арт, но вообще это была очень распространенная тенденция артистическая. И сейчас она снова повторяется, такая новая волна рефлексий художников о том, как они относятся к власти, кто-то им дает деньги, понятно, кто им дает деньги, дает деньги искусству, это один процент, всегда, и таким образом искусство от него зависит. И поэтому, вот, собственно, предложение со спирулиной для меня было как бы таким обдумыванием проекта, который, мне кажется, правильно было бы назвать паблик-сервис-арт, потому что есть бюрократическое понятие паблик-сервис. Вот я работаю учительницей, или там няней, врачом, каким-нибудь бюрократом, и на самом деле искусство должно быть частью вот такого же точно социального механизма, то есть оно должно производить что-то, что будет обслуживать публику, то есть в буквальном смысле слова обслуживать и менять как бы представление о том, как мы учим своих детей, как мы едим, как мы передвигаемся, как мы строим свои дома. Ну, я вот надеюсь, что моя выставка и, может быть, какие-то последующие проекты, связанные со спирулиной, они будут именно в этом проекте развиваться и что будет больше появляться людей, которые поддержали бы такое направление в паблик-сервисе и в искусстве. Да, ну и последнее, что я хочу сказать, что спирулину можно сейчас сильно купить в этих китс или получить бесплатно и начать ее растить. Но я, например, сама прекратила сейчас растить спирулину, потому что я вот понимаю, что масса людей, которые занимаются, достаточно великая, что буквально через несколько лет уже это можно будет делать таким гораздо более простым способом, чем это делала я, когда я начинала. Вот и мне кажется, что сейчас нужно самое главное сосредоточиться на символической части, на образовании, потому что важно не только, чтобы спирулину было легко растить, но чтобы люди начали это делать, чтобы само отношение к идее было сформировано таким образом, чтобы мы все не оказались в ситуации этой солон-грин в какой-то момент. Субтитры создавал DimaTorzok